Худшие компании, от которых не стоит покупать девайсы? Всем респект, с вами Фиспект. Буквально пару месяцев назад мы с вами говорили о лучших компаниях, от которых... Я могу тоже сделать какую-нибудь встречалку прикольную, типа... Всем стинт, я люблю бинты, я не знаю, правда, у меня никнейм какой-то не очень. Какой бы ты девайс ни взял, ты получишь отличное качество за приемлемые деньги. И одним из условий в том ролике было, если он вам зайдет, то будет вторая часть только уже про худшие компании. Видосик вам зашел, а значит время пришло. Но для меня этот ролик очень опасный, потому что, во-первых, я, естественно, больше никогда не смогу сотрудничать с этими брендами, хотя оно мне и не надо. Другая, более серьезная проблема, это то, что у вас, у моих подписчиков, скорее всего, есть девайсы от того бренда, о которых сегодня пойдет речь, и очень много... Ну, я, кстати, догадываюсь, про какие бренды он будет говорить. Скорее всего, какие-нибудь стилсериясы, зови, наверное. Ну, и кто у нас еще из оверхайпнутых, и при этом не очень хороших. Ну, блядь, хуй знает. Лагитэйч, наверное. Много появится обиженных людей, поэтому я обязан сделать дисклеймер. Если ты впечатлительный молодой человек, который обладает девайсами из этого ролика, и ты с пеной у рта собираешься доказывать... Не, лагитэйч, кстати, есть прикольные вещи, но просто сейчас там тупо оверпрайс, правда. Нет, то, что я не прав, комменты открыт, и ничего не удаляй, окей. То есть, даже то же самое, вот этой охуенной типа G-Pro, есть аналоги дешевле и пизже. Ну, вот, допустим, у меня аналог G-Proшки, ну, Super Flight, ну, Super Light, или как там называется, Super Flight. Но вот, который у меня, она, блядь, легче и пизже. Не нужно обижаться на меня за мое мнение, а игнорировать объективные факты, о которых сегодня пойдет речь. А также сразу хочу ответить на аргумент по типу, да, я купил, да, дороговато, но все работает, мне нравится. Этот ролик, девочки, не для таких, как ты, а для людей, которые не хотят совершать ошибки в будущем при покупке нового девайса. Тем более, половина компании, о которой сегодня пойдет речь, раньше были... А что за мышка? Пульсар. Нормальный вопрос. X. Я еще купил глайды стеклянными, ну, стеклянными ножками, очень ниболая штука. Правда, к стеклянным, получается, глайдам сложно привыкнуть, очень сложно вначале, но сейчас кайфую. Со временем потеряли актуальность и дико скатились на фоне более выгодных конкурентов. Именно с такой компанией я хочу... Ну, пульсары, это, короче, сейчас чуваки, как такие, поднимающиеся, ну, такие хайповые в тему сейчас. Поначать, на которые я сам попался. Это HyperX. Для начала расскажу небольшую историю, что у меня конкретно связывает с этим брендом. Когда я только начинал свой YouTube-канал, мне нужно было приобретать, собственно, себе нормальные плюс-минус девайсы. Первые наушники, которые я полноразмерно купил, были от HyperX. В 17-м году среди геймеров... Не, у HyperX первые уши были очень хорошие. Клоуда, вторые, это замечательные уши, максимально замечательные. В тот момент, наверное, это были чуть ли не самые лучшие, вот, из вариантов, которые были. Ну, стилсерия Сибири, ну, скатилась, очевидно. То есть, если Сибиря V2, она еще принималась в свое время людьми просто потому, что, ну, как бы, хайп, модно. Да и в целом, тогда было нормально такое качество звука. То последнее V3 хуже было, хотя еще съедобно. Вот эти элиты, они уже были такие себе, да и еще не очень качественные. Но клоуда на их фоне просто выглядела пизда. А Razer были говном. Ну, правда. А что вот, ну, правда, в тот момент было лучше клоудов. Да не что, в тот момент, наверное, ничего не было лучше HyperX клоудов. Мерзкая гарнитура, по сути-то, конкурентов не было. Если ты хотел за 6 тысяч пойти и купить плюс-минус нормальные гировые наушники, ты брал себе HyperX. Да, да, и вот про это же говорю. Создался имя долго, пока мой YouTube-канал не вырос, и HyperX сами не пришли ко мне за рекламой. Их новая клавиатура, которая коллаборация... Это сейчас выбор наушников опиздахуенен. Ну, сейчас можно вообще выбрать фирму, которую никто не знает о том, что у них эти наушники какие-то. И при этом это будут замечательные девайсы. Знаки, сейчас вы на экранах ее у себя видите. Была неплохая клавиатура, опять же, потому что, наверное, коллаборация, и плюс она была лимитированная, но стоила, правда, дофига. Тогда мне хотелось очень сильно полный комплект, что очень большая ошибка, но я купил себе оверпрайснутую HyperX Pulsefire Surge. И еще в будущем ко мне опять приходит реклама... Ну, кстати, к слабому, что она прям дорогая была. ...новой мышки, которая называется Haste, с проводом... Вроде как. Это была такая мышка, ну, типа... Может, я путаю, но, по-моему, это была реально дешевая мышь. Flex. Держу в курсе, этот провод начал рваться и умер через полтора месяца. И эту мышку теперь сняли с продажи, она вообще ее нельзя купить, наверное, поняли свои ошибки. И когда я переехал в Калининград, мне нужно было где-то взять ПК, чтобы делать видосики. Я нашел на Авито выгодное объявление с компьютером и с полным комплектом девайсов. Если что, компьютер был на Авито самый дешевый, а девайс вообще шли в подарок. Поэтому тут претензий к человеку никаких нету, зато какие они плохие. Но тогда я впервые увидел, во что превращаются девайсы HyperX спустя время. Внимание, перед вами клавиатура, которая называется HyperX LofiPS PRO для профессионалов на... Так, сейчас в Руссегменте Z ебут свой бюджет, девайсы норм, выебали Блади просто. Я еще хазачу этот за ребята, правда. Я как, смотри, последние два года я, ну, интересуюсь как бы, ну, типа, вот этой, получается, сферой девайсов, но не так сильно, как раньше. Почему раньше интересовался очень сильно? Потому что играл в КС, а в Доте мне, ну, просто даже по фанчику похуй. А в КСке, когда просто в КС играешь, ты очень много смотришь с девайсами. Ты смотришь ки-наушники новые выходят, мышки, ты вот со всем этим смотришь, правда. Сейчас поглядываю, но в целом поебать, вот этих Z вообще не видел. Наверное, я... Так что, если вы говорите, наверное, да, я правда не знаю, просто не могу что сказать. Не знаю, настолько убогих кикапов я не видел даже в дешевых китайских клавиатурах, что вы понимали, это клавиатура... Кейсвичи вообще использовал, ну, блядь, наверное, только основные и какие-нибудь Silent, и вот эти Silver, или как это мне называются. Но мне лично больше нравится сейчас, которые у меня Silver. В КСе полтора года у нее полностью стертые кикапы, у нее металлическая вот эта штука просто отлезла и начала ржаветь, а Shift работает через раз. Внимание, клавиатура за 7 тысяч рублей, и вот что стало у обычного пользователя спустя полтора года. Практически сразу я купил себе ZBlade за 3 с половиной тысячи, и об этом еще был ролик, и эта клавиатура была на несколько голов выше, чем эта HyperX убожественная. Вы думаете, это все? Не, мышка. Так HyperX, они всегда брали, по-моему, китайские мыши, или около этого, и просто меняли какие-то мелкие детали. Ну, Hyper всегда был оверхайпнутой штукой, правда. Они очень плохо сделали наушники, но все остальное, вот, то есть, ну, вы же помните, HyperX, когда были, вот были у них, получается, наушники, и все. Их только там так смотрели. Потом неожиданно появились мышки, неожиданно появились клавы. Клавы, кстати, вот именно первая ревизия была неплохая за свою цену, но потом они, так понимаю, пытались дальше развиваться, и получилась полная параша. Кассирур, которую я покупал себе еще в тижине, чтобы полный комплект собрать, здесь тоже она была, и вот что с ней стало тоже через полтора года. Облез просто полностью провод, и колесико мыши перестало нажиматься. А что вы понимали, я всегда нажимаю на колесико мыши, чтобы открыть какие-то новые вкладки. И при этом, когда ты скроллишь этим колесиком, у меня даже видосики сохранились, другу записывало, то у тебя телепортируется это все дело. Вы скажете, это частный пример, неаккуратный пользователь, вот это все, но ужасный кейкап будет на абсолютно любой клавиатуре, которую вы купите от HyperX. Переплатите в два раза вы тоже за любой девайс, который вы купите у меня. Не, серьезно, вот самые-самые первые, я просто и правда не помню, как она называется, честно. Вот, самые первые были очень неплохо. Дальше там, да, все пошло без меня. И это, кстати говоря, самая главная претензия. Ну, а что касается микрофонов, я вообще считаю, что это самый гениальный маркетинговый ход. Вы же почти знаете, что сделали хайпера в свое время? То есть хайпера очень умно относились именно к тому, как работает видеоблогинг в целом. Они приходили и брали дохуища рекламы, но не просто. Они оставляли девайсы, это очень важный момент, понимаете? Они оставляли девайсы в тот момент, когда девайсов-то особо не было. И при том приходили все так блогерам, которые, вот скажем так, только начинали набирать популярность, но у них уже были неплохие просмотры. То есть, прикинь, вот ты приходишь, допустим, к блогеру, у которого уебищная мышка, уебищные уши, покупаешь у нее рекламу и говоришь, слушай, а давай мы тебе это еще и оставим. Они такие, да, ебать пизда, то есть они еще рады, что тебе к рекламе дали девайс, а ты еще, ну, реально этим пользуешься. И каждый раз люди видят, что ты сидишь в этих клудах, пользуешься мышкой, потому что, ну, ты другого-то и не знаешь. И кайфуешь. И ладно, там, с девайсами, это одна история, но микрофон, это самая большая наебка вообще в мире. Почему Блюэти популярен в нашем регионе? Вы знаете? Хотите расскажу? Потому что я этот момент застал. Когда начиналась, получается, только вот вся история с Ютубом, никто особо не ебал, какие микрофоны нужны для съемки видео. То есть, без шуток, никто вообще не понимал, вот что вот такое вот микрофон, XLR провод, типа, что это такое. И неожиданно появляются блогеры, у которых стоит микрофон. Блюэти. Такая, знаешь, такая большая штучка с ухуенным звуком, простая, подключается по USB. Цена и звук хороший, сидят такие, вау, круто. И что самое главное, ее использовали такие мастердонты, условно, как Yuzi, там, Gagatune, еще некоторые блогеры. И когда они увидели вот этот Блюэти, все кончили и начали себе поголовно брать. И то есть, от вот этого первого поколения пошло второе, которое купило с Блюэти еще больше. В результате, половина Майнкрафтеров, КСеров сидели с этим микрофоном. Сейчас люди начали выкупать за... Ну, потом вот эти же люди начали выкупать, ну что, брать Блюэти без, ну, аудиокарты, то есть по USB вообще в целом микрофон такая себе идея. Начали себе брать какие-то KG-шечки, P120 и так далее, и так далее, и так далее. И, по сути, тема Блюэти рассосалась, но она все еще присутствует. И вот, появляются хайпера, такие, а давайте мы сделаем то же самое, но просто на халяву будем оставлять микрофоны. И вот то же самое, что было с клоудами, просто теперь хайпера оставляли на халяву. И вновь появился ряд блогеров, которые сидят с хайперами. Новые блогеры увидели это и покупают. Но так еще и произошло, что людям, многим стало поебать на звук именно в наш период, потому что люди, короче, начали любить зашкалы вот эти, знаете, когда ты сидишь и просто орешь там, уаааа, и у тебя там микрофон трещит, и лимитера, короче, нет, компрессора нет, и просто берут хайпер-экс. Очевидно, уебанский микрофон, то есть ты можешь взять какой-нибудь FIFINE, вот, FINE за 4000 рублей, будет примерно то же самое, но всем похуй, потому что есть бренд, и бренд продается. Ты покупаешь не девайс, ты покупаешь бренд. И вот в этом плане хайпер-экс очень грамотно сыграли, правда. Их девайсы безумно дорогие, они себя позиционируются как... Так если челы хотят бюджетный микростроенный звуковух, то они берут FIFINE, я тебе... Это вот ты сейчас мыслишь логически, а я тебе говорю, как люди покупают и почему они покупают. Вот если ты сидишь такой, ну, типа, логически, ну, ты прав, ну, ты абсолютно прав, брат. Тогда почему очень много кто берет хайпер-экс? Бренд, блядь, решает, бренд продает. И таких примеров уйма, но хайпер-экс именно за счет блогинга взлетела у нас. И в этом плане они очень большие молодцы. Как премиум бренд, покупаешь качество, но качеством вообще не пахнет. Вы посмотрите еще раз на эту клаву. 7000 рублей, напоминаю, в России спокойно можно пойти купить Dark Project или какой-нибудь Red Square KRX-TKL. Прямо сейчас вы можете зайти в DNS, посмотреть девайсы от хайпер-экса, допустим, мышки. Это будет самая легкая, чтобы просто понять, насколько ты переплачиваешь, увидеть сенсор определенный, микрики определенные, а потом взять и то же самое найти от Z-Gaming. И точно такая же мышка с такими же характеристиками будет стоить в полтора-два раза. Блядь, 33-35? Я, может, долбоеба, это с лучшим не сенсор, блядь, пятилетней давности? Я просто уже забыл, какие его за эти два года, но, по-моему, это, блядь, сенсор пятилетней давности. Это дешевле. Покупай их. Да, шестилетний, по-моему. HyperX ты покупаешь логотип HyperX, а самый большой скам населения происходит в разделе микрофоны. Сейчас вы будете наблюдать самую грязную маркетинговую уловку за всю историю игровых девайсов. Они сделали просто гениальную штуку. Взяли и сделали самый обычный микрофон, но с подсветкой. И это сработало. Абсолютно каждому блогеру, стримеру, даже маленьким, они засылали этот микрофон. Тебе не нужно ничего делать, ты просто пользуйся им, пусть он находится у тебя в кадре. Ну да, да. Он там себя продает. Никогда в жизни не видел прямой рекламы этого микрофона. Всегда только слышал от блогеров, что... Нет, я вел прямую рекламу, но это было на самом выпуске. А потом они даже на это забили хуй и просто это работало. Ну то, что я, собственно, сейчас и рассказывал вам. Мне его выслали и все. А что еще надо? Подписчик смотрит своего любимого ютубера или стримера, видит... Да и настраивать не надо. Говорю, вот эти зашкалы, это решает. Реально, люди не любят настроенные микрофоны. Любят сидеть, когда там, знаешь, как... И начнется какая-то хуйня со звуком. Им реально это просто в кайф. Эту светящуюся штуку, которая привлекает на себя внимание. И идет гуглить, смотреть, что это такое. Себе такое хочу. И вот в чем проблема. Микрофон-то неплохой, да. Но существует Fifine Upline Game A8, которая стоит 3,5 тысячи. Тоже имеет подсветку и тоже мутится сверху вот так вот нажатием. Переплата в 5 раз. И только из агрессивного маркетинга. Ну вообще, я бы не с этим сравнил с другими файном. Ну вообще, ты прав. Но, ну, это немножко не так работает. То есть, его особенность не только в том, что он мутится и подсвечен. Нет. Потому что хомячки покупают себе логотип HyperX, как у блоги. Я бы не с этим микрофоном реально сравнивал. На ютубе, к сожалению, нет прямого сравнения плейнгейма и HyperX Qualcast S. Но, если под этим роликом каким-то образом соберется 80 тысяч лайков. Потому что, извините меня, я не хочу тратить. Да, там другой Fifine, только побольше. Вот он прям чисто как Hyper по характеристикам. 18 тысяч просто на говнище. Но если тут соберется столько лайков, то я куплю себе это говно и докажу вам, что Fifine лучше. Еще один забавный моментик. Прямо сейчас у вас на экране два скриншота. Коврик от HyperX и коврик от ZGaming. Абсолютно одинаковые материалы и ZGaming даже побольше будет. За ссанный логотип ты переплачиваешь 2000 рублей. Да, так и работает бренд. Задумайся. Раньше HyperX хотя бы ради наушников. Фу, блин, смотрят свои стримеры, которые на перегрузах сидят и думают, что это круто. Плюс дизайн у HyperNorm ее светится, поэтому берут. Ну, типа, да. Ну, ребята, это касается не только, сука, ну, типа, девайсов. Это касается абсолютно всего, что у нас есть. Я уверен, ты это пишешь, и при этом у тебя там, ну, не знаю, в холодильнике находится самый-самый бренд по продуктам. У тебя там, не знаю, не какие-нибудь голимые кроссовки с рынка, условный Adidas там или Nike. Ну, короче, мужик, мы прекрасно все понимаем, что бренд всегда заставляет продукт быть дороже. И мы всегда смотрим на бренд. Всегда. Даже когда мы, типа, не смотрим и выбираем что-то между брендами, нам очень тяжело уйти от бренда, потому что, ну, блядь, бренд же не может сделать хуёво. И мы думаем об этом. Есть, конечно, ультра-хуёвые примеры, когда там, типа, ну, супер какая-то наценка ебанучейшая за какую-нибудь циферку или логотип. Но, когда это все немного на более низких уровнях, там, разница рублей 100, блядь, 2 тысячи, 3 тысячи, мы об этом меньше задумываемся. И как можно... А, ну, не, ну, если студент, да, тебе реально нужно деньги экономить, поэтому, скорее всего, ты много сильно думаешь. Но, блядь, сейчас же у них даже они плохие на фоне конкурентов. Опять же, в 23-м году ничего от HyperX нету хорошего. Да жопы жадная оверпрайз-компания, которая только агрессивным маркетингом может продавать свои товары. Ебать лишь сначала 100, потом 2 тысячи, 3 тысячи. Ну, блядь, ну, судя по тому, как люди обсуждают, многие замечают больше разницу, блядь, в одежде, там, Gucci, Dior, блядь, а потом сравнивают с одеждой с рынка. Но, если говорить про девайсы, то, что даже вот этот ролик в Respect, об этом мало говорят. Даже люди, которые сильно увлекаются девайсами, об этом, ну, редко упоминают. Хотя эта тема вообще ебать актуальна. Так что, чем больше наценка, тем больше обсуждения. Так что, здесь тоже логически, почему я говорю про шаг, там, 100 рублей, 2-3 тысячи. Если у тебя есть девайсы от HyperX или были когда-то, обязательно напиши в комментариях свою историю взаимодействия с этим брендом. А всем тем, кто будет защищать HyperX и говорить, что переплата стоит своих денег, да у меня все работает нормально, очень хочу подождать. Так нет, работает она может быть нормально. Но, фикс-пик прав, переплата там есть. Ты можешь найти аналог дешевле. Лучше? Ну, наверное, стоит, блядь, запариться, поискать. Я не знаю, сейчас вообще большинство мышек лучше или хуже, это уже вопрос, наверное, какого-то вкуса, не более. Потому что плюс-минус все одинаково, серьезно говорю. Как бы там люди не выпускали новые сенсоры, которые еще пизж, еще круче. В основном там играет больше рекламная подоплека. Смотрите, из разряда, смотри, наши мышки точнее на 0,01 миль. Ты уже не найдешь разницу, правда. Ты не станешь скилловее, это уже какой-то эффект панацеи, не более. Но такой же, я думаю, найдешь дешевле, без проблем. Есть, 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 да, переплата за бренд. Множко времени, пока вы купите нормальные девайсы. Я уверяю вас, вы поменяйте свое мнение. Какой у тебя микро? Или вопрос вообще неправильный? Микро у меня, ну и мотелом 103. Но вопрос неправильный, потому что это не имеет никакого значения вообще. Важен не микрофон, важна аудиокарта, оборудование, которое присоединено к микрофону, типа преамп тот же самый, и 3, если у тебя цифровая карта, то какие там плагины? Вот это важные вопросы. А микрофон вообще похуй, правда, в большинстве своем. То есть есть среди таких прям хороших микрофонов супергут, я могу сказать, что у меня будет АКГ, и звук будет другой, если поставить другую аудиокарту. Ну не аудиокарту, ну другой преампчик, условно. У меня, допустим, преамп, аудиокарта, плагин, там до хуи еще все закидан. Ну что же, следующее у нас. Кауди-аудиокарта? Алло, у меня полка, твин. Плюс у меня стоит преамп LA610, и плагинов овер до хуи еще висит. Логитеч. И нет, не подумайте, здесь не будет претензий из разряда так же дорого, как HyperX, поэтому говно. Нет, здесь вообще в другом ситуации, потому что Логитеч это компания Paradox. Смотрите, в чем прикол, ты покупаешь какой-нибудь девайс от Логитеча, давайте вспомним мышку, прекраснейшую G102 Prodigy, которая была просто с великолепнейшим сенсором Меркури, и стоила копейки, все ее брали, все радовались, все были довольны, но потом произошло что-то непонятное. Они взяли и обновили ее до лайтсинка. Теперь, дорогой покупатель, у тебя есть RGB-подсветка и разные красивенькие цвета у этой мышки. При этом мы сделаем ее на 50% дороже и поставим хуже сенсор. Бабки-бабки, только бабки! Ммм, оказывается, мы полстраны подсадили на форму G102, и людям нравится такой маленький кусок мыла. Давайте сделаем беспроводную мышку в такой же форме, но поставим в нее сенсор Hero. Вот, кстати, я правда не понял, но я согласен с фигспитом, там первая модель была просто охуевшая. Вы понимали, у этого сенсора чуть ли не самая большая задержка среди беспроводных... А если выключить плагин, это будет паслявый голос? Ну, да хуй знает, можно, в принципе, попытаться. Раз, два, три, четыре, пять, ну, будет вот такой звук. Ну, это напрямую, типа, через прям просто. Ха-ха-ха. Ну, тихо, да, потому что там еще докидывается, поэтому рубим обратно. Да. ...ных игровых мышек. Ой, наши беспроводные мышки что-то не особо хорошо покупают, но наши склады все переполнены нашим... Не знаю, мне больше все нравится среди плагина вот эта история с шумодавом. Это просто самый лучший шумодав, который я видел в своей жизни. Самый лучший, ребята. Ну, правда, вот это просто послушайте, как он вот это глушит, и причем глушит... Ну, а пиздухуенно. Такое ощущение, как будто я нахожусь в этой... Ээээ... В комнате, где нет шума. А у меня... Пиздец, ну это охуеть. Прекраснейшим сенсором Hero, давайте сделаем гениальную штуку. Создадим проводную мышку с беспроводным сенсором Hero. Гениально. Наверное, так и создали G502, чтобы вы понимали, когда я ей пользовался, у меня задержка на ней была больше, чем на моей сейчас Razer'овской беспроводной. Вы просто вдумайтесь, на проводной мышке задержка больше, чем на беспроводной. И при всем этом трэше, который я сейчас вам перечислил, у них существует Logitech Pro X Superlight, который сейчас является чуть ли не эталоном среди беспроводных мышек. Да, там тоже стоит сенсор Hero. Да, блядь, Superlight это реально оверпрайз за лупой. Я не понимаю, как люди до сих пор сидят и раздумывают о том, чтобы купить ее, когда есть аналоги, ну дешевле. Дешевле и лучше. Я правда не понимаю, искренне. Ну, как я понимаю, обновленный, типа, другой DPI, совершенно другой сенсор. Я этой мышкой не пользовался, но много знакомых друзей и подписчиков ей пользуются, говорят, задержки нету. Также игроману я... Нет, мышка пиздатая, правда, хорошая, если она у нас есть, поздравляю, это хороший выбор. Но сейчас, ну если на полном серьезе садиться и разбираться, что взять, я бы взял аналоги Superlight'а. Я полностью доверяю, говорит, что мышка прям бомба. Даже были подписчики, которые были обладателем и Ultimate, которая у меня, Razer'овская, и Logitech'овская. Блядь, мы просто реально опять начинаем разговаривать про то, что бренд тут, ну, заставляет переплачивать. Ну, это правда, это правда, такого много. И мышка, и говорят, что задержка у них одинаковая. И из этого могу сделать вывод, что она реально является эталоном. Но вы понимаете саму суть, да, они обосрались практически во всех мышках, но сделали одну просто бомбической, классной, крутой. С наушниками тоже все очень... Да нет, есть хорошая мышь у Logitech'а. Ну, то есть даже первая G Pro была очень неплоха в свое время. Просто Superlight'у сейчас очень много замен от отличных. Странно, то у них Logitech'а G Pro X это калька на клау. Кстати, Pro X, ну, очень хорошие наушники для своего времени. Правда, очень хорошие. Это такая замена клаудам, но, в принципе, нормальная. Правда, хорошая. Pro Dead HyperX. Кто выпускает вообще непонятного кута монстра себе на голову, большого и тяжелого, который ни один здоровый высочий человек себе не напялит, мне кажется. Ну, это и у меня были такие наушники не суперкрутые. А вот другая версия Logitech'а, ушей, которые легкие, они замечательные. Я серьезно, я в них очень долгое время сидел, меня, в принципе, кайфовал, потому что они очень легкие. Кажется. Да и в целом выпускают что-то либо очень посредственное, либо очень странное, что, ну, особо никому не заходило. Но потом у них как-то получается нащупать почву, выпускают Logitech'а G733. И людям нравится, они это видят и начинают дорабатывать эту темку. И из 733-х получается G435. Ребятые, отличнейшие наушники. Да, вот эти охуенные. И прямо сейчас в них сижу, все мои. Очень крутые, согласен. Друзья на них сейчас сидят, видос про них делал. Но я лично не сижу в них, потому что мне нужны не беспроводные наушники, а наушники, которые подсоединяются через этот, как он называется, не 3,5. Я не помню просто как называется, 6,35, да, 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 да. Они получились гораздо дешевле, дизайн людям больше нравится, потому что они прям такие минималистичные, легенькие, классные. У них офигенный шарнир, офигенное качество звука, наименьшая задержка. И вообще в них все прекрасно за такие деньги. И по сути, если ты сейчас хочешь лучшую беспроводную гарнитуру, ты либо берешь 733-е, они такие более массивные, у них есть микрофон чуть получше, и дороже они стоят. Но я советую все-таки 435-е, прям, прям бомбические наушники. И вот мы закончили с наушниками, вы понимаете, да, чем пахнет? То есть, что в мышках у них есть куча говна, но при этом есть одно золото, что с наушниками тоже было полное лютое говно, но есть золотые прям реально наушники. Razer, Dix Racer? Ну, Razer это бить лежачего. Вопротит же. Следующая компания, от которой не стоит покупать девайсы, это Razer. Блять, они никогда не были фирмой, которая настоит... Я вообще не помню момента, когда Razer делали что-то пиздатое. Не, пизжу, пизжу, у них было 2 замечательные вещи, которые реально, ну, стоило было приобрести в свое время, это Desider и Viper. Все. Больше я ничего не знаю, что есть у Razer достойного внимания. И сейчас скажете, погоди, у тебя она была в лучших компаниях. Да, направление с веб-камерами и бюджетными мышками у них прям просто великолепное. И в том же ролике я и сказал, что у них есть куча оверопрессентного говна. Об этом, я думаю, даже не стоит говорить. Каждый знает о Razer как об очень накрученном бренде. Например, покупая клавиатуру, ты платишь не за качество самих материалов, там стабы, смазки, свечи, всякие кикапы. Ты платишь именно за какие-то фишки Razer. У меня, короче, батя в свое время пришел и разъебал мне клавиатуру Razer. Чтобы вы понимали. Возможно, после этого у меня какая-то нелюбовь началась к этой фирме. Ну, я правда помню, я ебать как долго копил на Razer. Работал, купил и батя пришел ее разъебал. Ну, у меня батя был уебком. Он мне и наушники, кстати, разъебал в свое время. Правда, не Razer, а Sven, но все равно было неприятно. Например, подсветка. Ну, такой клава мне просто ее разъебал ее. Это вообще был пиздец. Так была вина. Она стоила, по-моему, тысяч семь или шесть в свое время. Это, короче, как сейчас, как двенадцать-тринадцать примерно. Мы сделали... Просто так? Да, блядь, я, по-моему, то ли урок не сделал, то ли еще что-то. Ну, короче, у меня же батя был ебнутый. У меня, типа, меня батарея пиздила. Вот это, знаете, которое подключаемое. Ну, не которое от стены отрывал, а которое подключаемое. Я же, когда ушел потом из семьи, из семьи ушел. Семью не бросаю, Доминик Торетто, е. Он же начал, типа, начал моего брата пиздить, потом и мать. Ну, он просто неадекватный. Ему надо куда-то было скидывать свою агрессию. Отпиздил его в ответ. Ну, у меня, говорю, в момент, когда мама мне позвонила, когда уже прошло время и сказала, что он, типа, ее пиздит, я уже собирался ехать. Тумане писал знакомым, друзьям, говорил, типа, пацаны, сейчас пиздец, давайте собираем всех, блядь, вообще. Мы идем хуярить чувака. Ну, я же не долбоеб один приходить. Я хотел прям, чтобы чувак запомнил на всю жизнь. Ну, и мама так говорит, не, не, вообще не приходи. Типа, они не считали, на новую хату переехали, я адреса не ебал. А я уже был одет, и я уже все стою и говорю, все, поехали, нахуй. Сейчас он мне, блядь, написал недавно, бля, а что ты меня сторонишься, бля? Я не знаю, я сейчас увижу его, нахуй, ну, я не знаю, что, какая у меня реакция будет. Делали свои... Я просто сам не знаю. У меня будет агрессия, похуизм. Я, я, правда, я просто не знаю, какая у меня реакция будет. Особенные свечи, хотя на деле непонятно, чем они лучше остальных, но, естественно, коробочку и комплектацию. А еще мы тебе сделаем подставку под ладони, которой никто не пользуется, но накинем пятерик сверху. Я делал ролик на канале про самую дорогую... Мне, честно говоря, уже просто немножко похуй на него. Ну, то есть, я многие эти вещи как-то воспринимаю даже чуть-чуть около так с юморком. Ну, мне правда, мне все равно стало как будто. У меня в этом плане очень пиздатая психика. Ну, то есть, я, да, я веду себя как долбоеб, но к многим травмирующим вещам, казалось бы, я отношусь на похуй. Мышку с ДНС-а ВС самая дешевая. И вот, я, получается, пользовался этой Razer Viper Ultimate Cyberpunk Edition на протяжении всего этого времени до сегодняшнего дня, по сути. Что мне за новая мышка узнать и в следующих роликах сейчас это не суть. Дело в том, что Razer Viper Ultimate вот эта полностью сломалась. Буквально через месяц после покупки док-станция начала заряжать мышку через раз. Стабильно раз в день происходит ситуация, когда мышка просто отключается. И чтобы ее заново включить, мне приходится ее подключать по проводу, потом отк... Ну, кстати говоря, у меня не было никакой проблемы с ультимейтом. Определенный период я пользовался ей, вообще все было замечательно. Серьезно говорю. То есть Viper Ultimate, на мой взгляд, мышка охуенная. Я отдал ее брату, потому что он ее очень сильно хотел. Ну, а мне-то не впадло. Плюс я в тот момент решил взять себе Extra 5XM1, которая была от этого... от какого-то джампера. Ну, там реально черлапом зовут джампер. Он сделал мышку по... ну, типа, свою... с определенной формой, специальную, ультралегкую, и я начал ей играть. Очень крутая мышь. Я бы ей пользовался до конца, если бы она постоянно не отключалась. Вот почему-то вот все модели, что была XM1, там одна и та же проблема, она отрубается постоянно. Из-за этого я перешел на Пульсар, хотя я терпел эту мышь очень долго. По-моему, года два, что вы понимали. Ну, то есть, для понимания, насколько она крутая по форме, но почему я ее скипнул? Только из-за того, что меня заебал уже в конец. Ну, она крутая, очень крутая. Подключать, подключать по беспроводу, только чтобы она переподключилась как-то там внутри. Фигово заряжается, иногда отключается, но пользоваться можно было, но финальной каплей стало, когда просто сломалось колесико мыши. Теперь, когда я листаю, оно может пролистать вверх или просто остановиться на месте. В общем, колесику пришла хана, вы видите, на своих экранах. На секундочку, мышка стоит 13 тысяч рублей, и не прошло даже года, она у меня... Я, кстати, покупал ее дешевле. Ебать, ну все, заросло по цене. Сломалось. Сейчас Razer вообще начала делать странные вещи. Существует такая компания, как Elgato. Думаю, вы знаете... А, сейчас расскажет про их местный стримдек? Знаете, она делает вот эти стримдеки, кнопочки классные. Она же делает самый популярный переходник, камлинк, который позволяет подключать камеру к компьютеру. От Elgato у меня вот эта необычная низкопрофильная стойка, которую вы также видели в моем ролике про ром-тур. Также у Elgato есть специальный свет, который сделан для стримеров, чтобы ставиться за монитор. И они делают кучу всего такого необычного, специализирующегося именно на стримерах. Так вот, все, что я сейчас причислил, Razer просто взяла и скопировала. Я не думаю, что у какой-то еще компании... Кстати говоря, Elgato это оверпрайс. Ну просто к слову, бро. И типа вот эта стойка, вот, 2000 рублей. То же самое абсолютно. И, кстати говоря, точно такая же хуня сейчас держит камеру за тысячу-полтарю рублей. И в этом мире хватит наглости настолько... Если просто, ну типа странно, когда чувак, который говорит про оверпрайс продуктов, использует оверпрайс продукт. ...нагло заходить на чужое поле. Даже если их товары для стримеров окажутся плюс-минус такого же качества, как Elgato, лично мне не хочется поддерживать рублем подобную компанию, которая так нагло просто взяла и все скопировала. Напишите в комментариях, покупали ли бы вы ради логотипа Razer. Подводя итоги по самому Razer и ориентируясь на прошлый видос про лучшие компании, хочу сказать, что у Razer все так же остаются прекраснейшие вебки и прекраснейшие мышки, вот эти Desider Mini и Viper Mini. Все остальное покупать ни в коем случае. Не, ультимат хороший, просто у тебя какие-то проблемы, ультимат реально хороший. Единственное, что хорошее есть у Razer, это вот Viper и Desider. Все, все остальное кал ебучий. ...не стоит. Если ты, конечно, не готов переплачивать за просто логотип, за просто красивую коробочку и какие-нибудь фишки а-ля наша прекраснейшая подсветка хрома, которая только самому Razer известно, почему их подсветка лучше остальных, ну да ладно. В общем, если ты человек, который не хочет переплачивать за то, что тебе не надо и грязные маркетологи пихают тебе как суперпрерывная технология, то не покупай Razer. Следующая компания не совсем про девайсы, но тоже очень важная для любого геймера и просто человека, который долго сидит за компом, это кресло и компания DXRacer. Я всегда не очень... Ля, DXRacer это такие кеки на самом деле. Я в жизни, я вроде бы купил только одно их кресло. И, кстати говоря, оно жило очень долго. Но я его отдал в какой-то момент подписчику. То есть оно до сих пор где-то используется. Ко мне приехал, ну, то есть я купил себе новое кресло, потому что DXRacer уже такой был рваный. И я сказал, по-моему, что-то из разряда ребяток, кто хочет, там в инстаграме вроде бы, можете приехать забрать. Ко мне приехал чел, просто забрал его, почистил, говорю спасибо большое. Ну, то есть продавайте там тысяч за 15, за 10 смыслов, а так лучше отдать просто в руки и все, кайф. Очень относился к этому бренду, потому что тебе достаточно просто зате... Я реально уже, по сути, подписчикам отдавал всякой херни тысяч на 50-60, ну, если так смотреть в общем. Свет, кресло, всякие мышки. Но при этом все, Муханжан у меня покупал девайсы за 12 тысяч рублей. Блядь, почему я своим кентам, по сути, продаю именно что у меня есть дома, а подписчикам отдаю бесплатно? Что-то я, конечно, в этом плане бизнес делаю немного нерационально, да? А, другой... Блядь, я же умный. Я понимаю, что у моих друзей есть деньги, а у подписчиков скорее всего нет, поэтому надо им отдавать. Идти на официальный сайт, посмотреть, какие материалы и как построено кресло, из чего оно сделано, и понять, говно оно или нет. Буквально, когда тебе продают кресло за 35 тысяч, абсолютно дефолтной формы, с абсолютно дефолтными материалами, когда точно такую же у любого другого, менее известного бренда будет стоить 25 тысяч, ты переплачиваешь 10... Ой, ну вот здесь, пожалуйста, поаккуратнее, потому что даже есть огромное количество кресел, которые дешевле, чем DX Racer, но не по раше, ебаный. Ну, есть и те кресла, которые дешевле DX Racer, и они реально крутые. Но это не обязательно. То есть, там раз от раза не работает. Десятку ты переплачиваешь только за логотип, здесь... Ой, раз от раза, типа, работает все это. Но все супер очевидно и понятно. Но оказывается, не для всех. И когда я стал стримером и начал в прямом эфире говорить, что говно, а что хр... Но, кстати, я вам скажу про вот эти геймерские кресла. Если вы живете и хотите себе взять его, не надо. Хотите, лучше возьмите себе какое-нибудь ортопедическое кресло. Вот это бы я вам действительно вам посоветовал, особенно если вы часто идите за компьютером. Вот только проблема в том, что хорошие ортопедические кресла, они стоят очень много денежек. К сожалению. Но это того стоит. Это того стоит, ребят. Хорошо. Люди, которые купили это, стали очень сильно недовольными. Мне в прямом смысле иногда доказывают люди то, что их кресло за 48 тысяч хорошее. И это премиальный бренд, который не разваливается. При этом, говоря, это на фоне демонстрации, собственно, кресла, где видно, как оно уже просто потекло и насколько сильно оно продавливается. То есть твоей попе будет не особо мягко. В тот же момент... Да там любое такое кресло, вот кроме, наверное, каких-то супердорогих, вот в данном формате, они все будут продавливаться. Блядь, у Нелли кресло, чтобы вы понимали. И я причем... Короче, я взял кресло за 1060, вот такого же формата. Я дал сейчас его Нелли. Что вы понимали? Там просела уже, этот... Просела подушечка. Само кресло вот так, без шатается. И это вот использовалось, оно считает, 2 года. По-хорошему, его уже менять надо. И это реально пиздатое кресло. Про какие-то уебанские, которые рвутся, я вообще молчу. В тот момент есть куча более бюджетных кресел с такими же материалами. Ну, например, Зон 51 Киберпанк. Просто, извините, сам пользуюсь этим креслом. И вот, как видите, спустя почти 2 года продавливание не происходит. То есть, пенка все такая же крепкая, как в момент покупки Поппи будет при... Бля, кстати, выглядит так, будто он вообще им не пользуется. Ядно. И потеков на... То есть, реально, если бы я 2 года сидел бы на таком кресле, постоянно, он бы хотя бы вот здесь, ну, порвался. Я не верил, что он сидит 2 года. У меня был дохуище кресел, и все в таком формате, особенно в таком ценовом диапазоне, они все рвались вот здесь. До единой. Хотя были хоть какие-то трещины. Ну, значит, ты не так много сидишь, как я, допустим, тот же самый. Это же крепкая, как в момент покупки Поппи будет приятно. Не, подожди, он может сидеть просто, ну, знаете, только когда контент делает. А я же просто, ну, почти что весь день сижу. Потеков на коже у меня тоже нету, то есть, она не растягивается. При этом, вы можете заметить, такие маленькие точечки-царапинки, это мои коты. Ну, как бы, у меня 2 огромных мейн-куна, иногда на него залазят и царапают, это, понятное дело. А, то есть, это еще и мейн-куны? Блядь, не, брат, я что-то не особенно верю, честно. То есть, я не знаю, есть ли смыслом пиздеть, но... Ну, я, чуваки, вы тоже не верите или как? Просто, может, я ебанутый, мнимый, хз? Ну, мне не верится. Это опять же лично. Скорее всего, он мало просто на нем сидит. Это моя особенность, но это даже хорошо, потому что это говорит о том, что даже при таких царапинах кресло не продолжает рваться, растягиваться и плыть. На секундочку, кресло DXRacer стоит 48 тысяч. Кресло Cyberpunk стоит 30 тысяч. То есть, ты переплачиваешь 18... Подожди, сейчас DXRacer стоит 48? Это чё, реально 48 тысяч? Его же самая, по-моему, дорогая версия стоила 1030. Господи, нет, эти цены нет, ребята. Лучше реально сидите на съебучих скамейках. XRacer стоит 48 тысяч. Кресло Cyberpunk стоит 30 тысяч. То есть, ты переплачиваешь 18 тысяч за более худшее кресло. Просто... Это лично пример... Мне кажется, ещё немножко, и эти кресла будут стоить 1080. Там действительно, нам можно просто докинуть, взять пиздатые, блять, ортопедические. Мною и с подписчиком, который не согласен. Но ты можешь взять любое кресло DXRacer и посмотреть его начальную цену. Я просто открываю DNS, вожу DXRacer, сортирую по самым популярным, открываю якобы самое популярное кресло. 37, 38, вот за это? Охуеть. Пускаясь в отзывы и вижу вот это. Тут человек уверяет то, что ребёнок 40 килограмм за 2 года, и кресло превратилось в труху. Я полностью ему верю, я знаю, какого качества эта кожа. Если вы не хотите выкинуть среднюю... Так, это правда, это правда. DXRacer, они ощущают, что быстро рвутся. Но не только они. У меня, говорю, у меня был этот, и как его зовут ещё. С короной, не помню, как называется. И... АКР, по-моему, как так... Не, блин. Да, АКР, тоже за 50 тысяч. Сорплату россиянина в помойку. Причём не сейчас, а тогда. То есть, тогда... То есть, сейчас он должен быть дороже. То ни в коем случае не берите DXRacer. Даже HyperXRacer на фоне вот этого дерьмеща смотрится просто, ну, не так... Или ArkRacer, что-то такое. Им уж и дорогие. ArkRacer, как это? А я вам объясню, почему так происходит. В очередной раз, как в ситуации с HyperX, очень агрессивный маркетинг. DXRacer тратит очень много денег на рекламу, а не на качество своих продуктов. Сейчас не так охотно, потому что зачем, ведь о них и так все знают. Но в своё время, где-то в 18-м году, у каждого стримера ты видел кресло именно от DXRacer. А это потому, что они предлагали по бартеру. Хотя, хуй знает. Я помню, когда они предлагали мне, я их нахуй послал и взял DXSeed, который, по сути, такой же, сука, как DXRacing, блять, просто лучше. Хотя я до сих пор не... Ну, у меня есть до сих пор подозрение, что это одна и та же фирма. Но DXSeed, ну, короче, DXSeed, это самое-самое лучшее кресло. Оно было, по-моему, даже дешевле, чем DXRacer, но по качеству было лучше. Каждый ютубер сидел и рекламировал кресло DXRacer. Стоимость продуктов... Оно тоже разъебалось, но реально было лучше. Да, вкладывается стоимость рекламы этого продукта. Получается, каждый раз, пропитая DXRacer, ты её очень большую сумму отдаёшь просто за то, чтобы о нём узнать. Надо ли оно тебе платить за воздух? Лично мне нет. Я бы чувствовал себя диким лохом, переплачивая вот за это. Мы уже причислили 4 бренда и везде сводится к тому, что просто очень дорого за то качество, которое ты получаешь. Но многие мне воскликнут. Но FISPECT, ведь мы платим за бренд, за качество, за какие-то ещё штуки. Ну, где здесь качество? Вот расскажите, где в хай... Ну, здесь бренд. XRX в Razer, Logitech или DXRX? Ты, ну, типа, просто убираешь бренд и увидишь себестоимость продукта. Ну да, как бы так работает мир. С Razer и качество. Не знаю, насколько у меня получилось, но весь ролик пытался доказать, что ты платишь не за качество, а как раз-таки наоборот, ты переплачиваешь за логотипчик, а получаешь качество хуже, чем у аналога. Бля, мне кажется, кстати, этот ролик можно было сделать раза в два короче. Даже в три, наверное. Потому что и так понятно, что лого слишком сильно решает. В два раза. При этом можно было привести ещё больше примеров, на мой взгляд. Ну, то есть, очевидно, что есть, ну, Razer, Logitech, HyperX. Даже, ну, я не знаю, это прям самые хайп-примеры, которые есть. Те же самые SteelSeries можно расставить. Да, блядь, сложнее, на самом деле, вспомнить не популярный бренд, а ребят, которые по себестоимости выпускают, и охуенные. У таких реально меньше. Раз дешевле. Слишком большой ролик получится, если я буду говорить вам ещё и об аналогах, но вы можете посмотреть мои старые ролики, где, говорю, при хороших. Ну, так, в целом, ролик прикольный, на мой взгляд. Девочка хочет, чтоб ты сгорел, нахуй. За то, что дело больное ей столько лет. А девочка хочет, чтоб ты сгорел, нахуй. И стал пепло лучше рашних сигарет. Субтитры создал DimaTorzok